друзья всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал маркетс оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки сегодня на повестке экономического календаря 3 релиза фундаментальных событий на которые я рекомендую вам обратить внимание во первых это данные по роничным продажам в англии в 10 00 по московскому времени выйдет этот отчет фунт нас интересует фунт мы рассматривали с точки зрения покупок исходя из хорошего блока статистики которую мы получаем на этой неделе от рынка труда если не придираться к темпам роста зарплат в целом сектор и это направление английской экономики чувствовать себя довольно таки неплохо с политическими рисками связанными с потенциальной отставкой через вотум недоверие борису джонсону мы тоже разобрались на рынок этот фонд пока никакого влияния не оказывает я по-прежнему уверен в том что до вот этого совсем пессимистичного для джонсона сценария дело не дойдет и в конечном счете все само собой разрешить поэтому фундаментальные факторы они остаются сейчас определяющими следом за позитивным отчетом по рынку труда был опубликован релиз по индексу потребительских цен и инфляция в англии как вы помните достигла максимального значения за последние 30 лет с 1992 года максимум и по базовому индексу потребительских цен соответственно друзья те значения 54 процента по инфляции это точно аргумент для того чтобы банк англии повысил процентную ставку причем заседание банка англии состоится уже через неделю 3 февраля и я среди тех инвесторов трейдеров спекулянтов которые считают что сейчас шансы на повышение ставки выше чем отсутствие каких-либо проактивных действий со стороны регулятора в ответ на повышение индекса потребительских цен поэтому по фунту была сделка в лонг я пока ее бежу тем более что рейтерс которые провели опрос среди самых авторитетных экспертов рынка лидеры мнения показал то что большинство из них также склоняется в пользу того что банк англии начнет действовать уже через неделю следом идет за ограниченными продажами в англии события пресс-конференция выступления главы европейского центрального банка крестин лагард 15 30 по московскому времени евро нас тоже интересует сейчас пара котируется на отметке 1 13 23 мы ждали сегодняшнее выступление лагард потому что после вчерашнего отсчета по инфляции хочется уже понять что и cb тоже дрогнул и больше не разделяет точку зрения которой некоторое время была свойственна еще фрс что на рост инфляции это временное явление то есть для и cb даже смена риторики и вот этого позиционного мышления что все само собой пройдет на то что при необходимости мы готовы действовать это будет воспринято как жесткий сигнал риторика и возможность для того чтобы европейский центральный банк также подключился к гонке прочих регуляторов в борьбе в противостоянии с высокой инфляцией через ужесточение национальной монетарной политики поэтому по евро я тоже склонен полагать что какие-то локальные максимумы мы еще точно увидим и все это будет продолжаться ровно до тех пор пока доллар не поделиться с дальнейшей динамикой и на десерт сегодняшнего дня ручные продажи в канаде канадский доллар нас тоже интересует в принципе все что я сейчас сказал друзья в отношении британской валюте можно накинуть на ситуацию со канады высокая инфляция прогресс на рынке труда ожидания еще одного сильного отчета по ручным продажам и соответственно возможность для повышения процентной ставки тем более что канадец в этом свете может быть интересней потому что заседание банка канады не в начале февраля а уже на следующей неделе и возможно там движение мы увидим раньше сейчас пара доллар канадец котируется на отметке 1 25 22 я думаю что 123 ниже мы еще легко сможем увидеть золото 1840 долларов за тройскую унцию и я по-прежнему склонен полагать что локальные максимумы мы еще увидим либо под конец сегодняшней торговой сессии либо в начале следующей недели под локальным максимум я уже подразумеваю значение выше 1860 70 долларов за тройскую унцию причем золото сейчас явно пользуется спросом потому что мы видим распродажи на американском фондовом рынке сейчас пользуется спросом все что имеет отношение к защите но вот возвращаясь как снижению фондовых индексов она с последних недель если говорить о масштабах именно падения с максимум до тех уровней где мы видим индексы сейчас уже около 10 процентов составляет 10 процентов это по всем канонам технического фундаментального анализа уже тянет на полноценную коррекцию которая может перерасти в нечто большее как раз трейдеры сейчас опасаются что то снижение которое началось может стать может продолжиться в более глубокий нисходящий тренд в полноценный обувал и мощная медвежий ралли которая в принципе прогнозировалась многим многими же очень давно учитывая перекупленности всего американского фондового рынка и опасаясь того что именно так все произойдет тем более что фрс планирует повысить процентную ставку растет интерес к золоту кстати говоря в эту среду в моменте когда золото выросло этот рост совпал со значительным притоком средством в золотые тифа фонды в частности в крупнейший золотой тифон из педер гол шерса за день было влито 305 миллионов долларов я не припомню друзья когда последний раз наблюдал подобные масштабы интереса именно к золу в общем здесь нужно уже делать выводы возможно многие перестраховываются и честно говоря правильно делают поэтому я верю в рост рынка драгоценных металлов еще до новых локальных максимумов биткоин как я и говорил в 40 тысяч мы пробьем на этой неделе именно это и произошло сейчас биткоин котируется на отметке 38 812 но опять же еще не вечер друзья моя субъективная цель это снижение в район 30 тысяч и может быть даже ниже и еще рынок нефти 85 99 локально мы видим уже дальше ниже этот актив от своих максимумов 7 лет которые были обновлены в начале этой недели это в принципе то что было нужно на среди факторов которые указывают на то что рынок нефти может усилить коррекционную динамику это комментарии байдена о том что прямо сейчас администрация белого дома старается найти выход из сложившейся ситуации проблемы роста цен на топливо старается найти те инструменты которые смогут привести к снижению цен на нефть на глобальных рынках и уже по цепной реакции потом снизится цены на нефтепродукты плюс ко всему продажа технических резервов в китае это тоже актуальная тема китайский новый год через неделю поэтому ждем принципе решения в ближайшие дни запасы нефти в штатах кстати выросли на 0,5 миллиона и это говорит о том что сломана тенденция их снижение тоже но с одной стороны это следствие продажи технических резервов но с другой стороны я верю что рост запасов также отражает тенденцию более низкого спроса на внутреннем американском рынке причин сейчас достаточно для коллекционной динамики давайте просто ее ждать друзья в качестве целевых ожиданий 82 80 по бренду вполне реально для коррекции на этом собственно все большое спасибо за внимание и хорошего вам закрытия недели всем пока